Мир вам, братья и сестры! Как хорошо, что есть время, когда мы вместе можем поклониться и преклониться перед Богом живым. Это прекрасное время, это далеко не потерянное время. Это польза для души нашей. И хорошо вы сделали, что пришли. У Бога никогда ничего не повторяется. В это я искренне верю. Потому что Он Бог-творец. Он всегда творит новое. И даже если мы смотрим на двух близнецов, казалось бы, совершенно одинаковые, но у Бога они абсолютно разные. У нас у каждого из вас, у меня и вас, свой отпечаток пальцев. Феноменально, не правда ли? Что мы видим? Мы видим лишь несколько. Десятков, может быть, сотен километров, даже самый большой мощный телескоп в мире. А сколько мы не видим? Вот там, за пределами наших галактик, это величие Божье, Его могущество, Его рука, красота Его. Да даже то, что ты видишь, оно уже побуждает тебя склониться перед этим Богом и воздать Ему славу. Имея сегодня возможность встретиться с вами. Да, это не воскресенье, это в среду. Говорят, что в воскресенье ходят все, а среди недели верующие. Может быть, это правда, может быть и нет. Но, как бы это ни было. Друзья, любое общение, оно дорого. Потому что, если даже двое или трое, они во имя Христа собраны, Господь обещал их благословить, обитать с ними, среди них, в них, и там благословлять это общение. Я ставлю сегодня вам на память несколько пений. Вот если бы поставить их всех в один ряд и сказать, выбери самую лучшую песню. Это, знаете, равносильно было бы на то, как бы поставить своих детей и сказать, выбери из них самого лучшего. Ну, невозможно, мы же их любим одинаково всех, они нам дороги одинаково все. Вот так и с песнями. Написал одну, написал вторую, десятую, сотую. Какая из них самая лучшая, друзья, не знаю. Они все дороги, потому что они от Бога подарены. А если так, то Писание говорит, отпускай хлеб твой по водам. Поэтому я хочу сегодня поделиться этим духовным благословением с вами. И через пение, и через слово. Чтобы напиталась ваша душа, и вы пошли сытыми домой. Духовно сытыми. Как много сегодня то, что не хлеб. Как много сегодня то, что не насыщает. Как много рожков. И люди питаются. И у корыд этих сидят, кушают, а не насыщаются. Поэтому в этом пении я хотел бы прославить моего Господа. Потому что Он является центром жизни, центром вселенной, центром истории. Он является центром наших богослужений. Он является центром всего. Наших песен, наших проповедей. И Ему одному принадлежит слава. В этом песне я хотел бы Ему воздать славу. Благословенно имя Твое, Господи. Благословенно имя Твое, Имя Твое, Господи. Великий Ты на небесах святых. Ты поднимаешь жезл своей святой руки, Ты усмиряешь силу всех стихий. Перед Тобой склоняюсь я к смирению, Ко мне лицо свое ты обрати, Хочу я быть всегда с тобой в общении, Прости меня, Господь, за все прости. Тобою все шлет, тобою движется, И разум твой, Господь, не исцелетит, И голос твой повсюду властный слышится. Кто устоит пред именем святым, Перед тобой склоняемся я в смирении, Ко мне лицо свое ты обрати, Хочу я быть всегда с тобой в общении, Прости меня, Господь, за все прости. Ты все во всем, Господь, Творец, Спаситель наш, Ты нам даешь прощение Твое. Тебе, Господь, хвалала всякий жизнь и час, Дославится вовеки имя Твое. Перед тобой склоняюсь я в смирении, Ко мне лицо свое ты обрати, Хочу я быть всегда с тобой в общении, Прости меня, Господь, за все прости. Прости меня, Господь, за все прости. Прости меня, Господь, за все прости